Всем привет! С вами снова Денис Кухта, гид и блогер в Вене и по Австрии. Сегодня приехал к брату в гости, в гости к своей племяннице. Сейчас немножко погуляем. Посмотрите, сколько здесь уже всё, кто мне следит, сколько всего уже построено. Да, уже целые дома. Кстати, вот эти дома, которые вы видите, вот эти дома, они стоят 1100 евро в месяц, и первый взнос около 60000. И потом, через 5 лет, ты можешь его выкупить. Такие двухэтажные дома, где-то 120 квадратов и 50 квадратов ещё подвал. Блин, солнце такое сильное вообще. Здесь поля, поля, поля. Везде можно гулять, везде можно отдыхать. И мы сейчас немножко прогуляемся с Дианой. Она, возможно, поспит в коляске. И что-то, может, я вам интересное покажу. Интересно, это что такое растёт? Кто знает, напишите, что это такое. Смотрите, это фасоль? Это фасоль, наверное. Вот такие вот стручки. Видите? Вот они. Это, наверное, фасоль. Смотрите, как много фасоли. Офигеть. Короче, здесь всё, что хочешь, растёт. Всё можно найти. И очень много кукурузы. Всё это для скота. Как корм. Вот, видите, детская площадка. Но здесь никогда нету детей, почему-то. Никто не играется. Есть трактор. Это всё, конечно, дело открыто. Видите? Детская площадочка. Здесь можно посидеть для родителей. Там какие-то качели, горки. Здесь можно полежать. Вот так вот полежать можно. О, классно. Слушайте, вообще супер. Просто покататься. Полежать в гамаке. Такое небо красивое. Я в шоке. В Австрии почему-то очень-очень красивое небо. Я не знаю, с чем это связано. Но в Австрии потрясающе красивое небо. Посмотрите сами. Посмотрите, какая красота. Какое красивое небо. Мамочка. Моя дорогая мама. Так, ну что. Пойдёмте дальше. Трактор. О, поворачиваются. Поворачиваются даже колёса. Мама горит тихонько, потому что Тяночка уже спит. Тяночка уснула. Прикрываем детскую площадку. И пойдём уже гулять в центр. Такие вот дома красивые. Здесь новенькие все построены. Здесь получается целый новый район. Видите? Очень красиво. Есть ещё много участков свободных. Такие заборы. И там вот впереди ещё идёт стройка. Там строятся ещё так называемые райнхойза по-немецки. Райнхаус, как таунхаус. И есть ещё, наверное, свободные. Я так думаю, есть свободные дома. Много заехало сюда молодых семей. Очень много. Много приехало из Вены тоже. И я сейчас нахожусь где-то час комфортной езды от моего дома. От окраины Вены. Это полчаса езды. Рядом находится Тульн. Такой городок красивый. Тульн. Поэтому место очень-очень даже популярное. Видите, здесь ещё есть свободные участки. Ну, как свободные? Может, кто-то его уже купил. Но пока ничего никто не строит. Ветер сильно не держит эти участки. Потом, может, или продаст, или что-то построит. Вот так вот это выглядит. А мы сейчас направимся в центр этой деревни. Там прогуляемся немножко. Вот, смотрите, какой огромный дом кто-то строит. На три этажа. Очень большой дом. Уже он построен, но надо доделать кое-какие работы. Там всё новенькое строится. Целый новый район вырос. Буквально за два года, за три года всё новое. Кто-то так креативно сделал забор из дерева, металла и камней. Видите? Вот здесь как щебёнка какая-то насыпана. Вот такие вот креативные люди здесь живут. Очень креативные люди здесь живут. Здесь свободный участок. Огромный, огромный. Трактор стоит. Здесь ещё свободный участок. Много ещё участков есть свободных. Ну как свободных? Я не знаю, они свободные или нет. Но, по крайней мере, здесь ничего не строится. Значит, кто-то или выкупил, или ещё даже не купил. Так, ну что. Мама отстаёт. Вот там далеко-далеко идёт мама. Вон там, с Зяночкой. А я пошёл вперёд. Вырвался вперёд. Вот ещё такой красивый ровный участок. Огромный, огромный. Стоит, скучает. Здесь сразу рядом стоят мусорные баки. В Австрии всё сортируется, как во всех цивилизованных странах. Здесь есть бак. Покажу вам, да. Для цветное стекло. Бундглаз. Вайсглаз. Это белое стекло. Видите, как сортируется. Металлические дозы. Баночки металлические. Металлические баночки. Здесь только для тетропак. Видите, написано только для тетропак. Здесь опять идёт стекло. И здесь ещё идёт стекло. Вот так это всё выглядит. Всё сортируется полностью. Зашёл сейчас в магазин. Первый раз вижу такой напиток. Я так думаю, что это в виде что-то холодного чая, как аисте. Только смотрите. Мит вкусом. Жвачки. Кто помнит эту жвачку? Бабльгам. Я всё детство её ел. Видите? Сейчас я где-то присяду на лавочке и затестирую, насколько вкусно вот эта ерунда. Стоило это всё всего лишь 1 евро. Всего лишь 1 евро. И здесь пол-литра. Вода, сахар, глюкоза, фруктоза, сироп, яблочный сок, какие-то ароматизаторы. И мы сейчас это с вами протестируем. Вот мы даже нашли местечко, где можно присесть и протестировать этот напиток. И, кстати, посмотрите, какое классное место. Это вот лавочка. Солнце светит сильное вообще. На улице 22 градуса. Комфортных 22 градуса. И это меня радует. Вот здесь мы присядем. Вот здесь мы присядем. Ох, как хорошо. И протестируем этот напиток. Смотрите, здесь даже есть такая вот трубочка. Сейчас мы это всё дело протестируем. Пол-литра. Вкус жвачки. Как вкусно. Это действительно... Блин, здесь такое движение, как веник. Здесь вообще такая вкусная вещь. Если вы где-то увидите в магазине, попробуйте. Один евро это стоит удовольствие. Читал в газете пару дней назад, что в Австрии с 1 декабря цена на электроэнергию на киловатт подешевеет. В разы подешевеет, потому что правительство Австрии приняло закон о том, что они выделят с бюджета 4 миллиарда евро, чтобы покрыть все вот эту разницу в электричестве. Дело в том, что до пандемии, до кризиса у нас стоил 1 киловатт 10 центов. Сейчас цена доходит до 40 центов за 1 киловатт. Это просто очень-очень дорого. Поэтому правительство решило, что мы возвращаемся к цене 10 центов за киловатт. С 1 декабря этого года все, что выше, будет покрывать правительство автоматически. Вам не нужно ничего делать. Вам просто придет автоматический счет с 10 центами за киловатт. Это если вы употребляете до 2900 киловатт в год. Это очень приятная новость. То есть австрийское правительство очень много всего делает, помогает народу как только может. Будем возвращаться обратно, потому что вот я вижу, что будет дождик. Видите, темное-темное небо. Не хотелось бы намокнуть. Поэтому будем возвращаться сейчас потихоньку уже назад. Прогулялись мы, ну недолго мы гуляли, 45 минут. Пока что дойдем, часик. Ну для ребенка даже час на свежем воздухе. Это очень-очень хорошо. На самом деле сейчас вот самая комфортная погода, температура. Я люблю такую вот погодку, когда на улице 20-22, вот ты одет в такой тенниске, в шортиках. Тебе комфортно. Немножечко холодный ветерок, но тебе настолько комфортно, настолько хорошо. Вот именно такую погоду я очень-очень люблю. И надеюсь, будет такая красивая золотая осень. На самом деле в Австрии очень красивая осень. Настоящая золотая осень. И когда я направляюсь на экскурсию в Венский лес. Кстати, ребята, да, кто еще не был, советую вам заказать у меня экскурсию в Венский лес. Это самый красивый пригород Вены. Замок Лихтенштайн, монастырь Святого Креста, охотничий домик Майерлинг, династии Габсбургов. Но и знаменитый Баден, да, курортный городок, термальные источники. Потрясающая экскурсия в Венский лес. Поэтому к чему я веду? Золотая осень здесь действительно золотая в Австрии. И я люблю здесь осень. Вот мама говорит, Денис, бери вот этот участок. Покупаю участок. Но я думаю, этот участок будет стоить около 200 тысяч. Да, здесь уже готовые дома. Я думаю, этот участок будет стоить... Как ты думаешь, сколько он будет стоить? Я думаю, 200 тысяч будет стоить. Может быть, 150-200 тысяч точно будет стоить здесь. Здесь участок, конечно, дешевле, чем сразу возле Вены или за Веной. Но все равно, все равно дорого. Да. Сейчас друг моего брата, его зовут Марко, он австрийец. Он строит дом. Так вот, дом и участок, по самым скромным подсчетам, ему обошелся 600 тысяч евро. 600 тысяч евро. Да, вот здесь еще строится. У него большой дом, да. Сколько? 300 квадратов, да? Вот такая вот улица тоже новенькая. Видите, новые дома. Кирпичные, качественные. Вот такие новые дома. Классно. Тебе здесь нравится? Да. А ты бы здесь жила или нет? Жила бы. Жила бы? Да. Вот мама говорит, что она здесь бы с удовольствием жила. Потому что здесь Дима, Сандра и Диана. А-а-а. Из-за этого? Да, ну я привыкла в городе. Ну да. Мы всегда жили в городах, поэтому в селе я даже не представляю, как может быть жизнь в селе. Вообще не представляю. Сел на велосипед. Вышел, гулял бы здесь. Ну да, гулять можно, да. Гулять можно везде. Озерок, видишь? Ну. Ладно, ребята, мы направляемся обратно домой. В скором времени будут опять новые видео. Поэтому, если что, подписывайтесь, смотрите, ставьте колокольчик, активируйте, ставьте лайки. ПОДПИСЫВАЮТСЯ 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 ПОДПИСЫВАЮТСЯ